Добрый вечер, друзья! Мы рады всех вас видеть в нашей барабанной школе «Драмсклуб». Сегодняшнее мероприятие у нас приурочено к открытию нового учебного года. И сегодня у нас есть... У тебя не будет нас выступать замечательный музыкант, Витя Харлоб. Участник таких культивов, как «Мельница», «Машеланная», «Тенари» и многое другое. Дмитрий Харлов. Спасибо. 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 Барабан универсальный, скажем. Это 6,5 дюймов старфоник. Очень такой для любой музыки. Можно и фанк выиграть, и рок. А в «Тенари» я, по крайней мере на студии, на какие-то концерты вожу, на какие-то ленюсь. У меня 8-дюймовый барабан «Jim Apple». Он очень тепло и низко звучит. Это вот последние такие тенденции в такой... В поп-музыке музыканты-барабанщики стараются выбрать более темное низкое железо, более низкое звучание. «Музыка» Все началось, когда мне было 4 годика. Отец у меня играл в то время на бас-гитаре. И я попал на репетицию. Услышал группу «Живьем». И барабаны мне прям запали. Сердце застучало. И я прям в 4 года сказал, что хочу быть барабанщиком. Отвели в музыкальную школу. Сначала это была школа... Там не было эстрадного отделения. Классика. Два года я по классике учился. У меня барабаны даже не допускали. Псилофон. Я понимал, что это вообще не мое. А потом мы переехали на другой конец Москвы. И я попал на эстрадное отделение. И там уже появились барабаны. Два года я там поучился. И попал... Поступил в Гнесинское училище. Ну, собственно говоря. Его закончил. И дальше я уже никуда не дергался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данный момент я работаю в шести коллективах. Ну, какие-то менее активно выступают какие-то. Более активно. Основные проекты – это «Мельница», «Инножеланная» и «Тинави». Вот «Тинави» – три трекера, которые включены. А также я играю в группе «Тинтал». Такие фолк-рокеры. Спирички тоже столько же в группе, как «Мельница» 15 лет. Но она известна такая. Широко известна в узких кругах. Килты, волынки – все очень шумно и весело. Вот группа бэкстейдж блюз-роковая. С ребятами я давно играю. Еще со времен, когда я работал с Николаем Арутюном и его проектом «Фанк и соул». Мы играли классику фанк и соул музыки. И вот с ритм-секцией скалашматили свою банду. Это был 2005 год. И вот с тех пор с ребятами почти 10 лет. Это клубная московская банда. И у меня еще есть ребют моих любимых летзеппелин. Команда называется «Plumpump Dreams». Играем только летзеппелин. Максимально близко к тексту. Играем только летзеппелин. Играем и шп金. Играем. Играем емкость. Играем. Играем. Продолжение следует...